Библейский портал экзегет.ру представляет 28 глава первой книги про Липомена для библейского портала экзегет. Я читаю перевод российского библейского общества. Ну вот у нас долгий перечень разных групп людей, которые служили при храме. И не только при храме, там в конце предыдущей главы у нас пошли всякие хозяйственные должности. Ну, а храм-то еще нету. Вот, собственно, созидание храма начинается в 28 главе. Даже не само созидание, а подготовка к нему. Давид собрал в Иерусалиме всех предводителей Израиля. Тех, кто стоял во главе племен и во главе отрядов и был на службе у царя. Кто командовал тысячами и сотнями, кто распоряжался царским имуществом и стадами. Своих сыновей, евнухов, богатырей. Евнухи – это служители при царском дворе. Богатырей всех могучих воинов. То есть весь народ, ну, как весь народ, в лице его начальников, предводителей и значимых людей. Царь Давид встал пред ними и обратился к ним с такой речью. «Слушайте, братья мои, мой народ, я решил построить дом, чтобы он стал пристанищем для ковчега Господнего договора и подножием для Бога нашего». Вот очень важно. У нас очень часто бывает в жизни так, что что-то такое значимое строится, но никто не понимает, что это такое, зачем оно нужно. Ровно наоборот. Сначала надо, чтобы весь народ понимал смысл этой стройки. Пристанище для ковчега и подножием для Бога. Ковчег будет находиться там, а Бог неизмеримо выше. Бог не будет находиться в храме. Идолы языческие находятся в своих языческих храмах. А для Бога это подножие, то есть место, где он ставит ноги на земле. Конечно, это метафора. Понятно, что никакие ноги на землю не ставятся, но вот какая-то территория, на которой его власть существует вот уже здесь и сейчас в явном для всех и образцовом виде. Остальной мир, он живет по-разному. А вот здесь вот будет так. Но когда я собрался его строить, Бог сказал мне, «Не ты построишь храм для моего имени, потому что ты много воевал и пролил немало крови». Вместо того, чтобы сказать, что я великий воин, я всех врагов победил, он говорит, а мне храм Бог не дал построить, потому что я кровь проливал. Тоже крайне важно. Вот пролитие крови даже на праведной войне, даже в защиту себя, своих святынь, своего народа, это что-то такое, что отделяет человека от Бога. Нельзя. Сколько раз в истории христианства этот завет будет абсолютно забываться. Господь, Бог Израиля, избрал меня из рода моего отца, чтобы навеки поставить царем над Израилем. Навеки, то есть, понятно, что человек смертен, но его потомки. Из всех племен на первое место он избрал Иуду. Из племени Иуды род моего отца. Из сыновей моего отца он избрал меня и пожелал поставить меня царем над Израилем. Бог избрал. Не мы крутые, не мы молодцы, мы добились, мы завоевали. Бог избрал. Его право. Мы не лучше, просто нас он избрал. Вот это важнейшая вещь в Библии, постоянная материя. Что такое избранничество Божие? Вот ровно это. Из всех моих сыновей, Господь дал мне много сыновей, он избрал Соломона, чтобы посадить его на престол, править царством Господа Израилем. Он даже в своем наследстве не волен, Давид, да? Даже не он решает, кто получит трон. Он сказал, твой сын Соломон, вот кто построит мне дом и мои дворы, потому что я избрал его, чтобы он был мне сыном, а я ему отцом. Я навеки утвержу его престол, если он будет исполнять и соблюдать мои повеления и предписания, как соблюдает сейчас. Тоже условия, да? Не просто вот избрание и все, и это навсегда документ, как в трех мушкетерах, там все, что сделал предъявитель всего, сделано для блага Франции. Вот что угодно. Нет, ни в коем случае. Если он соблюдает, то есть избрание предполагает условия. С другими людьми этого условия нету, или оно как-то по-другому выглядит. Если он будет исполнять и соблюдать мои повеления и предписания, как соблюдает сейчас. Присутствие всего Израиля, общины Господа. Тоже очень важный момент. Это не личные дела. Это, скажем так, личное отношение Давида и его семьи с Господом перед всем Израилем, потому что и судьба Израиля, как мы видели в истории из переписи, 21 главе, сильно зависит от решения Давида. Присутствие всего Израиля, община Господа. Она община Господа. Не просто это народ, не просто это население, не просто податное сословие, а это община Господа. И перед нашим Богом, вот крайне важная формулировка, в присутствии всего народа, общины Господа, и перед нашим Богом, повелеваю. То есть, в общем-то, не я повелеваю, как царь, а я говорю вам, чего от вас ждет Бог в этой ситуации. Неукоснительно соблюдайте все повеления Господа, Бога нашего, и тогда вы вовеки будете обладать этой прекрасной землей и передавать ее в наследство своим сыновьям. Договор примерно такой же. Да, вот Давид говорит, есть я, есть избранный мной, избранный Богом, простите, мой сын Соломон. Такие условия. Есть вы, народ, избранный Богом. Условия примерно такие же. Семейная история – часть истории народа. Вот тогда именно такое отношение. Мне кажется, скажем, почитание семьи последнего императора российского, оно может пониматься, не всеми, но может пониматься, как вот тоже история семьи в истории народа, которые эта семья представляет пред Богом. И это библейское понимание. Ты, сын мой Соломон, помни о Боге твоего отца и служи ему всем сердцем и всей душой, ибо Господь испытывает сердца и ведает тайные помыслы. Если будешь стремиться к нему, он явит себе себя, если оставишь его, то и он навсегда тебя отвергнет. Смотри же, Господь избрал тебя, чтобы ты построил ему дом, святилище. Будь твердым и действуй. Много, знаете, примеров, когда власть передается преемнику, неважно кому, в каких условиях, ему говорят, а если ты оставишь Бога, то и он навсегда тебя отвергнет. По-моему, таких случаев не бывало. Но я не знаю таких случаев. Может быть, были в новейшей истории. То есть, смотрите, не так важно, чтобы было государство мощное, не так важно, чтобы было преемственно, чтобы следующий царь, тем более его сын, был успешен. Как важно, чтобы он понимал, перед кем он отвечает, и каковы условия его успеха. Давид передал своему сыну Соломону планы всех построек, которые были им задуманы. Притворы храма и всех остальных его помещений, сокровищниц, верхних помещений, внутренних комнат и помещений, где будет храниться навершивая ковчега, то есть крышка, дворов Господнего храма, кладовых, сокровищниц Божьего храма и хранилищ для священной утвари. Важно, что замысел Давидов, исполнение Соломонова на замысел Давидов, как строили соборы в древности, поколениями, даже не два поколения, а гораздо больше закладывают фундамента, а через 100-200 лет возводят шпиль или купол. Он рассказал ему о том, как священники и левиты должны делиться на отряды, об их обязанностях в храме Господа. Он оставил ему указания обо всей богослужебной утвари для Господнего храма, о предметах из золота и о том, сколько требуется золото на каждый из них, о серебряных предметах и о том, сколько требуется серебра на каждый из них, о золотых светильниках и золотых лампадах, о том, сколько должен весить каждый из них, о серебряных светильниках и лампадах, о том, сколько должен весить каждый из них и как используется, О том, сколько требуется золота на каждый стол для хлеба, возлагаемого пред Господом. О том, сколько требуется серебра для серебряных столов. О вилках для мяса. Ну, не еды, конечно, а жертвоприношения. Эти вот туши, они как-то разделываются. Кстати, часть идет на еду для священников. Чашек для кропления кровью, кувшинах из чистого золота. О золотых чашах и о том, сколько требуется золота на каждую из них. О серебряных чашах и о том, сколько требуется серебра на каждую из них. О том, сколько потребуется очищенного золота на жертвенник для воскурения, а колесница с золотыми херувимами, которые должны распростертыми крыльями покрывать ковчег Господнего договора. Ну, то есть, вот здесь это еще и как некая колесница, на которой, собственно, находится ковчег, понимается. Не очень-то понятно, что это такое. Честно говоря, я сам затрудняюсь это объяснить, потому что есть описание ковчега, а здесь он на некоторой колеснице. Более того, мы читаем «Видение пророка языки» или в первой главе о некой колеснице, на которой движется Господь, но это видение, это не описание реалистичное. Не знаю, что это было. Может быть, было действительно вот нечто вроде подставки с колесами, а может быть, этого в результате и не сделали, только такая идея была. Вот трудно описать это, объяснить. «Все эти указания я узнал от Господа и записал», — сказал Давид. «Вот почему-то повествователю кажется крайне важным, что Давид был, собственно говоря, архитектором, и все сделало по его замыслу в деталях, вот вплоть до того, сколько должна весить чаша или лампада. Почему, что за мелочность? Разве недостаточно сказать «построй храм», ну, в общих чертах, наверное, обрисовать замысел? Нет, потому что Давид — царь, с которым у Господа отношения особые, потому что вот, пожалуй, такой степени близости и доверительности ни с Соломоном, ни с кем другим из потомков не будет, если верить повествованию. И вот крайне важно, что это заложено тогда. Вот замысел, еще раз, одного и исполнение другого, многих, исполнение многих, конечно. Но то, что замысел от Давида, было крайне важным повествователем. «Давид сказал своему сыну Соломону, будь твердым и стойким». Это, собственно, повтор у нас уже был, и, вероятно, книга тоже писалась не за один прием. «Не бойся, не страшись, Господь Бог, мой Бог, рядом с тобой». И слова «не бойся, не страшись», мы говорили об этом, они звучат, скажем, в книге Иисуса Новина, где война, и где это, очевидно, нужно. Ну, и где идет речь о строительстве храма, хотя вроде ничего страшного нет. Может быть, это вообще такая характеристика жизни по вере. «Господь Бог, мой Бог, рядом с тобой». Почему «мой Бог» он повторяет? Ну, потому что у него есть опыт общения с этим Богом. Слава Богу, для него не абстрактное слово, которое взято откуда-то из книжек, из рассказов, из его опыта. Он не оставит и не покинет себя, уж он-то знает, доколе не завершишь все работы по строительству Господнего храма. Вот отряды священников и левитов, они будут выполнять все служения в Божьем храме, они были уже до этого перечислены. Для всякой работы у тебя найдутся сведущие, желающие потрудиться люди, а начальники и весь народ будут тебе помощниками в этом деле. несколько такая идеальная картина. А захотят ли? Вот 29 главе он постарается их в этом увидеть. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok